На коллегию по вопросам строительства в Комитет госконтроля Брестской области были приглашены те руководители, которые отвечают за строительство. Вопрос весьма актуальный и злободневный. Вопрос, который остро стоит и перед областной вертикалью, и перед каждым человеком, который нуждается в жилье, таковых немалых вопросов больных, также достаточно. Брещина всегда была в числе лидеров по строительству жилфонда, и сейчас она не утратила своих позиций, но с поставленными правительством планами ввода просто не справляется в силу объективных причин. Они и были озвучены на заседании, но следует отметить, что сегодня в Минске был проведен президиум Совмина по вопросам строительства. И как сообщил корреспондентом заместитель председателя Брестского областполкома Виктор Саковский, премьер-министром Беларуси было озвучено 10 пунктов, которые помогут стабилизировать ситуацию в регионах. Что касается строительной отрасли, это и принятие новых нормативно-правовых актов, и новые правила игры на строительном рынке, и погашение хронической неплатежности только на Брещине. Сумма неплатежей составляет более триллиона рублей. Во всем должен быть новый продуманный подход. Отстранение человека от этого процесса и только после окончания строительства получение законченного продукта. Человек видит, что он покупает, и таким образом будет рассчитываться за то, что ему принадлежат. Да, за то, что получил. Такой опыт есть, такой опыт есть и у нас в городе Бресте, когда, например, частный инвестор, компания КМК Инвест, строит сначала дом, а потом выставляет на продажу готовые квартиры в этом доме. В зависимости от этажности, от направления сторон света, от площади этой квартиры, от количества услуг или количества комнат, цена формируется не в целом за квадратный метр, а по каждой конкретной квартире. Но все-таки это будет новая веха в строительной отрасли, а людям, которые уже строят, но пока не получают жилье, что делать? В Брестской области десяток домов относятся к разряду долгостроев. Причины разные – субъективные и объективные. Но от этого человеку не легче, он хочет получить квартиру. По словам представителя комитета госконтроля, семь домов должны быть введены в эксплуатацию в этом году. Вот трех ставится под сомнение. Есть определенные, конечно, сдвиги в этом направлении. В частности, благодаря работе рабочей группы активизировались строительно-монтажные работы по достройке вот этих обликовских домов проблемных, которые на слуху у всех. И на сегодняшний день, в принципе, даже просматривается их ввод в эксплуатацию в 2013 году. До конца года будет? До конца, ну, так громко заявлять нельзя будет, но вероятность очень высокая. А еще, ведь обликовские дома – это не только обликовские дома, но и другие недострои, если есть. Совершенно верно. Сколько всего? Всего на декабрь месяц, согласно перечню, подлежит вводу еще порядка 10 домов. Контрольно-аналитические мероприятия рабочей группы, которая осуществляла проверку строительного комплекса, выявлен изначально неверный подход к осуществлению работ. Он и помог сыграть в минус. И этот минус – недостаточность финансирования. Одной из проблем, правильно, как вы заметили, является финансирование данных объектов, в том числе и финансирование самими гражданами этих объектов, то есть членами ЖСПК. И эту проблему невозможно смотреть однобоко, то есть она более широко, надо смотреть, и предпринимать, соответственно, меры, уже какие-то предложения вносить на уровне правительства, на уровне республиканского. Причины начались у нас в 2011 году. В 2010 году в области было построено миллион сто тысяч квадратных метров жилья. Это рекорд за все предыдущие годы истории. Такого не было даже в Советском Союзе. В стране в целом тогда было построено шесть с половиной миллионов квадратных метров жилья. То есть были наращены мощности, объемы, были решены вопросы финансирования, и таким образом удалось решить поставленные задачи. На сегодняшний день, почему произошли вот эти изменения, почему создались эти проблемные дома? Потому что, когда кардинально изменились правила игры в 2011 году, мы достраиваем сейчас те дома, которые мы начинали тогда, еще в 2009-2010 году, и планировали, что дальше будет процесс продолжаться. Нам предполагался план, и задание доводилось на 2011 год по строительству жилья уже миллион двести, а оказалось, что мы не способны профинансировать такой задел. И в результате объекты были начаты, но из-за отсутствия финансов они просто не строились. В 2012 году ситуация продолжилась. При задании 610 тысяч мы сдали 649, мы перевыполнили задание, но мы не смогли достроить начатые дома в предыдущий период. В 2013 год, когда встал острый вопрос о том, что хватит, пора ставить точку в этом вопросе, позволил. Ну, то есть, я что хочу сказать, что не только после того, как была создана комиссия, а еще заранее до этого, мы сформировали программу этого года, в первую очередь, чтобы достроить ранее начатые дома. Мы новых не начинали, несмотря на то, что было желание, жалобы, обращение граждан с многих регионов. Но, если проанализировать, сколько жилья строится где, то основная масса жилья многоквартирного строится в Бресте, в Барановичах, в Пинске, в крупных городах. Но есть и другие причины. Пресловутый человеческий фактор сыграл злую шутку. Рабочая группа выявила ряд существенных недоработок на строительных площадках. Конечно, существуют и недостатки со стороны подрядных организаций по каким-то отдельным объектам. Существуют и допускаются нарушения при проведении строительных работ. Допускаются и являются факты и безхозяйственности на строительных площадках. Все это есть. Но, опять же, это комплексная проблема. Соответственно, решать надо комплексно. Работать необходимо начинать по-новому. Мыслить остро и смотреть объективно на многие моменты и проблемы. То есть, лишь продуманный подход в организации строительства сможет изменить ситуацию в лучшую сторону. Но, к сожалению, это не решается в один момент. На это требуется время.